Вопреки сообщениям главка МВД в марше оппозиции в поддержку политзаключенных в минувшее воскресенье вместо 4,5 тысяч участвовали не менее 15 тысяч человек. Сторонники политических партий правой и либеральной направленности сформировали свою колонну на правой стороне бульварного кольца. Левые силы, соответственно, заняли левую сторону. Скандируя лозунги, обе колонны двинулись по бульварам от Пушкинской площади до Чистых прудов. Соборову полиции крещеных! Собравшиеся требовали от власти освободить из тюрем политических узников. Главная задача – добиться амнистии. И у нас есть шанс. Дело в том, что Путин очень боится, что на его распилеаду не приедут лидеры европейских стран. Посмены приедут, а лидеры могут не приехать. В руках у демонстрантов портреты осужденных Михаила Ходорковского, Леонида Развожаева, Надежды Толоконниковой. Больше половины присутствующих на марше – постоянные участники митингов. Я сюда прихожу уже десятый раз, и сюда на всех акциях я написал все свои, весь свой гардероб испачкал, мел, везде пишу. Путин вор, Путин анонары. Но он же вор. 130 миллиардов, где можно заработать? Он же, у него же нет своей фирмы, ничего нет. Он меня оборолит. Вот я, видите, без штанов. Путин украл. Что у нас в стране нет суда. Что национальная идея – это не вера, как думают Путин и Гундяев. Национальная идея – это верховенство права и равенство всех перед законом. Не зря и налиться. Среди участников марша был замечен и бывший кандидат на пост мэра Москвы Алексей Навальный. Несмотря на условный срок, политик не побоялся прийти и поддержать осужденных коллег по оппозиционному цеху. Сегодня мы идем на марш в защиту политзаключенных. И это одна из задач протестного движения – развивать общественное давление достаточно интенсивности. Для того, чтобы политзаключенных всех, и в первую очередь, конечно, тех, кто сидит по болотному делу, немедленно освободили. Мы знаем, что сейчас рассматривается проект амнистии. Есть несколько разных проектов с разных сторон. Наша задача – остановить на пласти для того, чтобы в проект амнистии была включена амнистия для болотного дела и остальных политзаключенных. Митинг на Болотной площади 6 мая прошлого года завершился столкновениями с полицией. Тогда пострадали сотни человек. Более 400 демонстрантов задержали. Следственный комитет возбудил дело по статье «Массовые беспорядки». Судебные заседания идут до сих пор. 12 участников рискуют получить реальные тюремные сроки. Не исключено, что столичные власти и на этот раз ожидали повторения беспорядков. Поэтому перестраховались. За шествием наблюдали 3000 полицейских и бойцов внутренних войск. Однако никаких инцидентов и столкновений не было. Андрей Заокский, Сергей Каверин, Москва, телеканал 1612.